здравствуйте с вами анна спицы это канал о вязании сегодня у нас с вами мастер-класс по вязанию вот такой шапочки бенни данную шапочку мы будем вязать вот с таким красивым узором ажурный ром данная шапочка идет с подкладом данную шапочку сможет связать даже тот кто только что взял спицы первый раз в жизни расчеты все очень просты максимально я постаралась объяснить понятно и в конце обязательно после того как мы свяжем с вами шапку нужно сделать влажно-тепловой обработку нам остается только приступить к вязанию данной шапки при этом хотелось бы отметить что я вам покажу расчеты вязание шапочки не только на мой размер и я буду вязать на обхват головы 50 сантиметров то есть на девочку 4 лет но также я вам расскажу как рассчитать на любой размер головы то есть если вы захотите даже связать мужскую шапку вам только нужно поменять цвет и возможно убрать узор сам принцип вязания вот такой двойной шапки бенни будет абсолютно понятно и так давайте посмотрим материалы которые нам будут нужны для того чтобы связать данную шапочку во первых нам нужно быть основная нить у меня будет двух цветов небесно-голубая и светло-розовая вам понадобится дополнительная нить контрастного цвета но у меня будет вот такая молочная хотелось бы отметить что толщина дополнительной нити должна быть такой же как толщина основной нити а также вам понадобится сантиметровый лента чтобы снять мерки понадобится крючок необходимого размера для дополнительной нити крючок поменьше без ручки ножнички маркер для вязания вот такие иголки для трикотажной нити с большим ушком ручка тетрадка для расчетов и конечно сами спицы у меня вот такие будут круговые перед тем как начать вязать шапочку вам нужно связать образцы лицевой глади и вот такого ажурного рома сделать влажно-тепловую обработку и измерить плотность вязания теперь приступим к расчетам расчеты это один из самых важных элементов которым нельзя пренебрегать ибо у вас шапка может получиться не по размеру на самом деле расчеты которые я вам сейчас расскажу и приведу в пример не нужно бояться здесь ничего сложного нет тут достаточно все легко и просто главное чтобы быть внимательным и уловить ход моих мыслей надеюсь я достаточно просто объясню прежде чем приступить к расчетам нам нужно снять две самые важные мерки 1 не мерка нам нужно померить обхват нашей головы мы берем сантиметровую ленту и должны измерить ее по кругу нашей головы то есть окружность при этом она должна находиться где-то приблизительно на расстоянии одного сантиметра от бровей у меня обхват головы будет 50 сантиметров я буду вязать на девочку четырех лет вторая важная мерка это нам нужно померить высоту нашей головы то есть нам нужно рассчитать глубину наши шапочки то есть вот эту часть шапочка у нас будет двойная поэтому расчет мы будем отдельно делать на эту часть и на эту часть то есть нижнюю и верхнюю вернемся к нашим меркам как померить высоту головы есть несколько вариантов я вам покажу два варианта как можно измерить высоту головы вы можете выбрать тот вариант который вам понравится больше 1 мы прикладываем сантиметровую ленту к мочке ухо к самому ее краю и протягиваем сантиметровую ленту через затылочную часть ко второму уху находящимся на той стороне и конец сантиметровой ленты мы будем прикладывать также ко второму уху краю мочки лично я люблю когда шапочка закрывает полностью ухо и где-то еще делаю прибавку на 0,5 сантиметра каждому то есть где-то еще один сантиметр но это лично мое такое пожелание мне так нравится не все так делают поэтому смотрите как больше вам нравится шапочка чтобы сидела поэтому выбирайте сами второй вариант данной мерки сантиметровую ленту прикладываем к лобной части там где у нас будет заканчиваться шапочка то есть это где-то тоже над уровнем бровей где-то на расстоянии одного сантиметра далее мы прокладываем сантиметровую ленту там где заканчивается у нас волосяной покров но я опускаю чуть-чуть пониже но это опять же лично мое такое пожелание при этом сантиметровая лента должна достаточно плотно прилегать голове то есть не болтыхаться но и не очень туго чтобы шапка в итоге вам не жало после того как мы сняли мерки у меня высота получается вот здесь я померила 35 сантиметров с этой стороны и 100 все вместе 35 сантиметров и я потом себя перепроверил я еще сняла вот эту мерку номер два и у меня тоже получилось ровно 35 сантиметров вот эту длину 35 сантиметров мы должны поделить на 2 у меня получилось 17 с половиной сантиметра вот это число 17 половиной сантиметров это и будет глубина нашей шапки то есть мы будем высоту вязать 17 с половиной сантиметров и так давайте приступим к расчету самом начале я всегда указываю что я вижу здесь я написал шапка и его название делаю всегда зарисовку чтобы мне визуально сразу было понятно что я вижу указываю пряжу номер спит чтобы потом не забыть если вдруг я изделие отложил на потом узор и конечно же плотность вязание это очень важный момент я уже измерила плотность своего вязания сейчас я не буду останавливаться на том как рассчитывать плотность вязания подробно об этом вы можете посмотреть видео на моем канале ссылочка будет в описании под видео а также смотрите подсказку в правом верхнем углу у меня получилось по ширине 2,2 петли в одном сантиметре и по высоте 3,1 ряда тоже в одном сантиметре ажурный ромб я высчитывал следующим образом я буду вязать один раппорт он у меня занимает 7,5 сантиметра но я буду вязать помимо раппорта еще с краю одну изнаночную петлю и с другой стороны тоже одну изнаночную петлю чтобы обрамить свой узор и это у меня будет занимать 2 изнаночные петли они будут 0,5 сантиметра в общей сложности занимать и в итоге у меня узор 8 сантиметров и это 15 петель раппорта плюс 2 изнаночные петли для обрамления узора итого 17 петель будет занимать у меня ажурный ромб далее расчет по ширине начнем с верхней части то есть шапочка у меня будет делиться на верхнюю часть то есть лицевая и нижнюю часть это подклад нижняя его часть вот верхнюю часть я буду вязать лицевой гладью и плюс у меня будет узор а нижнюю часть я буду вязать только лицевой гладью и так верхняя часть я взяла обхват головы вот этот 50 сантиметров у меня значит мне нужно связать 50 сантиметров в ширину получается вот здесь из них 8 сантиметров это будет занимать ажурный ром 50 сантиметров я отняла 8 сантиметров узора у меня получилось 42 сантиметра вот эти два 42 сантиметра у меня будет лицевая гладь поэтому я умножила на плотность вязания значит на 2,2 петли в одном сантиметре у меня лицевая гладь у меня получилось 92 петли все цифры я округляю то есть десятичные я не оставляю округляют до целого числа вот от этой суммы я отнимаю пять процентов пять процентов это коэффициент облегание шапки по голове то есть если мы вяжем какое-нибудь изделие например свитера джемпер или кардиган то мы делаем свободу облегание то есть добавляем еще определенное количество сантиметров для того чтобы изделие было не как чулок на нас натянута а было слегка свободно ну кто как любит кто-то наоборот любит сильно широкие вещи в шапке мы делаем все наоборот шапки который вяжется именно лицевой гладью мы отнимаем коэффициент облегания коэффициент облегания он бывает от 5 как правило до десяти процентов этот коэффициент он всегда будет разным в зависимости от того какая у вас пряжа потому что есть пряжа которая в носке садится после носки а есть пряжа который после носки наоборот растягивается вот если я не знаю как себя будет вести пряжа после носки даже независимо от того что я делал влажно-тепловую обработку я все равно беру минимальный коэффициент отнимаю то есть минус 5 процентов если вы сомневаетесь можете отнять 7 процентов но я лучше от нему чуть по не по поменьше в принципе у меня у дочки длинные волосы мы забираем под шапку и поэтому это пространство съедается тем что мы волосы забираем но вот например если вяжите шо шапку лицевой гладью из хлопковой пряжи она очень нить мало тянется поэтому там я всегда беру коэффициент побольше там я убавляю даже 10 процентов то есть очень все индивидуально зависимости того какая пряжа как вы вяжете и так далее в данном случае я взяла 5 процентов 5 процентов вот от этой суммы у меня получилось 88 петель и так напоминаю что все цифры я округляю до целого числа у меня получилось 88 петель то есть мне нужно провязать лицевой гладью 42 сантиметра это займет 88 петель но так как у меня еще будет узор в котором 17 петель я 88 петель лицевой к лицевой глади прибавляю еще петли узора и у меня получилось 105 петель то есть мне верхнюю часть шапки надо связать на 105 петлях далее рассчитываем нижнюю часть нижнюю часть я буду вязать лицевой гладью она занимает 50 сантиметров я 50 сантиметров умножаю на петли на количество петель находящийся в одном сантиметре то есть на 2,2 петель у меня получилось 110 петель и от этого числа я отнимаю коэффициент облегание 5 процентов 5 процентов вот от этого числа и эти пять процентов тоже вот от этого числа у меня получилось в общем 104 петли то есть подклад нижнюю часть шапки я должна связать на 100 4 петлях но чтобы не прибавлять эту одну петлю я все-таки решила что нижнюю часть и верхнюю часть я буду вязать на одинаковом количество петель то есть на сто четырех петлях вот так 105 петель это просто для расчета я сделала далее мы рассчитываем нашу высоту как я уже говорил ранее что мы берем мерку от уха и до уха или вот эту по всей голове от лобной части до задней части где заканчивается волосяной покров делим у меня получилось 35 сантиметров у вас своя величина вы ее делите пополам вот у меня получилось 17 половиной сантиметров но так как я люблю чтобы шапка была не четко по мочкам уж уха а чуть чуть пониже достаточно буквально 0,5 сантиметров с каждой стороны то есть в общей сложности я прибавлю 1 сантиметр но опять повторюсь это мое такое пожелание мне так нравится если вам это не нравится вывод тут прибавку не делайте вы сразу вот эту сумму умножаете на количество рядов в одном сантиметре я же вместе с прибавкой вот эту сумму умножаю на количество рядов в одном сантиметре у меня получается 58 рядов то есть шапку мне нужно связать то есть имейте ввиду что сейчас я говорю об одной части мы рассчитываем то есть вот эту или вот эту они одинаковые они абсолютно идентичны и за исключением вот нашего узора и цвета в моем случае то есть получается одна часть нашей шапки у у меня должна в общей сложности от начала и до конца до макушки должна быть 58 рядов вот далее мне нужно высчитать сколько рядов у меня займет наши убавки на макушке я делаю следующим образом вязать я буду на сто четырех петлях у вас свое количество вы это количество делите на 4 почему на 4 потому что когда мы будем закрывать макушку мы будем наши петли делить на 4 секции эти секции должны быть равны и по количеству петель у меня получается 104 делим на 4 по двадцать шесть петель каждая секция мы будем убавлять до тех пор пока на спице не останется 3 петли поэтому я двадцати шести петель отнимают три петли которые должны у нас в конце остаться на спице вы свое количество петель в одной секции должны отнять тоже три петли потому что у вас тоже должно при закрытии остаться три петли в каждой секции то есть и того получается 12 петель затем вот эти 23 петли которые у меня получились мне нужно убавить убавлять мы будем с вами за 1 убавочный ряд по 2 петли в каждой секции то есть в начале и в конце вот эти 23 петли которые мне нужно убавить я делю на вот эти две петли убавочные у меня получается 11 целых пять десятых рядов то есть вот за это количество рядов я смогу убавить вот это количество петель но так как я буду убавлять не каждый ряд а через ряд то есть ряд убавка ряд просто по кругу провязываю лицевые ряд убавка ряд простой я умножаю на 2 у меня получается 23 ряда то есть я свои убавки сделаю за 23 ряда таким образом от общего количества петель у меня 58 рядов я отнимаю ряды убавочные и убавочные и у меня получается 35 рядов то есть вот эти 35 рядов я вижу до убавлений рассмотрим как нужно распределить узор узор у меня занимает 17 петель то есть 15 петель у меня занимает 1 рапорт и 2 петли у меня будут изнаночные по бокам это петли обрамления моего узора вот так выглядит наша шапка в развернутом виде вот здесь у нас начало ряда получается у нас 4 секции вот первая секция вторая секция третья секция и в первой секции у меня 26 петель во второй 26 петель в третье 26 и здесь 26 я буду делать узор в третьей секции то есть получается что я буду вязать 20 вот у меня начало ряда я провязываю 26 петель затем я провязываю еще 26 петель и вот здесь я распределила свой узор таким образом что у меня по бокам практически остается равное количество петель но вот в этой стороне я оставила чуть чуть побольше здесь чуть поменьше и далее я провязываю еще 26 петель то есть если в общей сумме посчитать я провязываю 57 петель лицевых то есть это вот это вот это и вот эти еще пять петель потом у меня начинается узор 17 петель это 15 петель раппорта и по одной петли по бокам изнаночной для обрамления далее у нас идут 30 петель то есть вот эти 26 на 4 секции и вот эти еще от 3 секции 4 петли в общей сложности перепроверите себя должно получиться общее количество петель у меня 104 далее я зарисовала себе узор если вам нужна схема узора вы можете пройтись под видео там где написано еще там будет обязательно ссылка на схему узора но она будет немножко отличаться от этой потому что на той схеме узора будут еще схематически указаны изнаночные ряды я себе пометил что изнаночные ряды я вяжу по рисунку и их отсюда убрала схема чтобы у было поменьше потому что там она в два раза больше занимает больше места мне вот так удобнее вы можете распечатать себе ту схему а можете и сделать скриншот этого узора подробно о том как вяжется такой узор я останавливаться не буду есть специальное видео на моем канале в котором я подробно рассказываю как провязать схему этого узора но вкратце вам объясню сейчас что значит кружочек это означает накид вот этот треугольничек обозначает убавка с наклоном вправо а вот этот треугольничек обозначает убавка с наклоном влево далее вот такой значок он встречается два раза он обозначает что нужно сразу две убавки сделать то есть вы берете спицу и вставляете ее в три петли в три и делайте убавку то есть у вас убавляется две петли на спицы потом остается одна но провязывайте сразу за три стенки петель подробно о том как вяжется такой узор не забудьте посмотреть ссылочка будет под видео и подсказка возможно в правом верхнем углу на этом расчеты закончились я надеюсь что вам было все понятно итак давайте приступим к вязанию